МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Бизнес роет землю. За границей земель промышленности уже давно вышли. В Пестричинском районе незаконно ведут добычу ископаемых. С проверкой на место выехала Анна Городнова. Дом разрывается по швам. Кусочек сделали, поэтому актуально все. Как жители Челнов промерзают, а коммунальщики не могут заделать торцевые швы дома. О коммунальной проблеме Альбина Менебаева. Легенда номер 25 снова в строю. Буду стараться привести себя в лучшую форму. Когда болельщики увидят Даниса Зарипова в игре, узнавал Алмаз Гафиатов. Внес ясность и определенность вопрос изучения русского и татарского языков в школах республики. Сегодня в Казани полпредпрезидента России в Приволжском округе Михаил Бабич сказал, что количество часов преподавания русского языка в школах всего по Волжье доведено до установленного Минобром России стандарта. Что же касается изучения государственных языков в республиках, он сказал буквально следующее. Необходимо отметить, что действительно вопрос изучения государственных языков республик до конца урегулирован не был. Право его изучать было, а механизма реализации этого права не было. В этой связи после обращения президента республики Татарстан, Рустама Рогалевича Мениханова, данный вопрос был еще раз внимательно изучен. И Минобразование Российской Федерации разработало методические указания по реализации права граждан на изучение государственных языков республик, входящих в состав Российской Федерации. Впервые в учебных планах, в части формируемой участниками образовательных отношений, предусматривается возможность до двух учебных часов в неделю на изучение государственного языка республики. Соответствующие методические указания, насколько мне известно, Миномарнауки направят в регионы в ближайшие дни. О необходимости изучения государственных языков республик в школах говорили сегодня и на форуме православной общественности Татарстана. Как, впрочем, и о мире и согласии в регионе. В знак этого сегодня Рустам Мениханов указом патриарха Кириллу удостоился высокой церковной награды Ордена Русской Православной Церкви Славы и Чести Второй Степени. Дмитрий Аринин о важных инициативах, которые прозвучали на форуме. Какие-то даже интересные моменты мы для себя приняли. Получить совет в благих делах на форум православной общественности приехали казанские сёстры Милосердия. Женщины после работы ухаживают за пожилыми людьми и помогают бездомным. Хотим, чтобы действительно вот сестринское служение, оно приобрело такие же масштабы, как оно и было до революции, когда вот Марфомариинская обитель, какая она была знаменитая. Криашин Татарстана на форуме делились радостью, что их приходов становится больше и выражали пожелание открыть еще свои воскресные школы. У нас решается все постепенно. Вот, мы не встречаем никаких препятствий. Вот, земли выдаются, выделяются. Ищем спонсоров. Обсудить все дела православных Татарстана есть цель форума. Как отметили, в республике идет большая созидательная работа по восстановлению храмов. Сейчас реконструируются более 30 и строятся свыше 40. И главный из них — собор казанской иконы Божьей Матери. Православие занимает особое место в духовной сфере нашей страны. На протяжении веков формируя нравственный стержень и ясные жизненные принципы многонационального народа России. По данным исследований сейчас большинству православных в Татарстане живется комфортно. И это во многом заслуга руководства республики. И как знак этого указом патриарха Кирилла Рустаму Мениханову вручили орден славы и чести второй степени. Важной для нас является высокая оценка развития межрелигиозных и межнациональных отношений, данная патриархом Кириллом. Убежден общими усилиями мы добьемся еще больших успехов в деле развития духовности, укрепления межрелигиозного и межнационального мира и согласия в обществе. Сегодня на форуме прозвучали ряд важных инициатив. Так митрополит Феофан предложил сделать Татарстан местом Всероссийского молодежного форума. И вот такой бы молодежный форум ежегодный на федеральном уровне помог бы еще больше сплочению и направлению молодежных умов, самое главное, созиданию миру и согласию. Как подытожили на форуме, главное достижение нужно измерять духовным обогащением нашего общества. Самое главное, это процесс нашего сближения, сближения наших позиций. И сегодня церковно-государственные отношения вошли в совершенно уникальную фазу своего развития. Это совместная работа, чтобы доходило вот это главное понимание того, в чем действительно подлинное служение церкви. Это не только восстановление храмов, это восстановление сердец. Вот я и сегодня говорил, не знаю, удалось вам услышать или нет, что церковь меняет людей, люди меняют мир. На этом поприще в республике собираются восстановить все заброшенные храмы и открыть в каждом городе православные гимназии. Главное, как говорят, чтобы в республике повсеместно были мир и согласие. Дмитрий Аригин, Решат Мухаммедов, ТНВ, Казань. Яркий пример мирного сосуществования это возрождение двух татарстанских памятников культуры. О работах, которые будут продолжены в Болгарах и Слиярске, сегодня говорил госсоветник республики Ментимир Шаймиев. Он провел совещание в Кремле, оценили проделанную работу и обсудили перспективы. Есть незасчеты, как в любом деле, но их губительных, по-моему, нет. Всем этим восхищаюсь, что объекты в список ЮНИСКО включены, чем мы вот эти годы занимались. Я говорю конкретно, вот то, что касается Болгара, Слиярске, то, что сейчас делается по восстановлению Сапора, но это не говорит о том, что у нас работа мало впереди, работа много. 29 ноября республиканские депутаты обсудят вопрос изучения государственных языков Татарстана в школах республики. Это будет продолжение 33 заседания. Об этом сегодня на заседании президиума сообщил Фарид Мухаммедшин. Напомним, что 8 ноября объявили перерыв в работе сессии. 29 ноября обсудят еще 15 вопросов. Среди них и проект бюджета Татарстана на ближайшие три года. Сегодня на форуме православной общественности не раз высказывались в поддержку обязательного изучения татарского языка в школах республики. Отмечалось в том, что ребенок знает несколько языков, нет ничего плохого. Языковую тему политизировать и эти вопросы должны разрешаться в спокойном конструктивном диалоге. Много разговоров о языке, но я хотел бы вас всех предупредить только об одном. Нам самого главного надо избежать. Языка ненависти. Вот это главное сейчас. У нас никогда не должны проблемы какие-то или же может быть где-то что-то уводить от самого главного, самого дорогого, что есть у нас на сегодняшний день Татарстане. Это мира и согласия. Слова Феофана поддержал Юрий Камалтынов на площадке православного форума. Он подчеркнул, что сомнения в обязательных двух часах татарского выглядят странно. Действительно, если посмотреть, при приоритетном изучении русского языка, то есть обязательно минимум 8 часов, плюс обязательно изучение не менее трех часов иностранного языка, сомнения в обязательном двухчасовом изучении татарского языка, ну, выглядит по меньшей мере странно. И мы признательны всем, кто разделяет сложившиеся ценности и способствует развитию традиции мира и согласия в родном Татарстане. Учителя татарского языка, которые лишились учебной нагрузки из-за сокращения часов, идут на переподготовку. В Татарстане готовится масштабная программа их переобучения. Живающих набралось почти полторы тысячи. За партой они сядут уже в декабре. Чему хотят учиться, расскажет Лина Зинатульна. Здравствуйте, ребята! Знать два языка Венера Такаева решила одинаково профессионально. Со специальностью учитель татарского языка и 13-летним стажем записалась на переподготовку, выбрав направление русский язык. Нагрузка по ее предмету снизилась с 26 до 18 часов в неделю, но все еще хватает на полную ставку. Однако педагог уверена, переобучения лишним не будет. Потому что сидят русские дети, им надо объяснять все на русском языке. Каждый день меняются новые стандарты, технологии. Мы же учителя, вот из-за этого мы каждый день должны обучаться. И таких, как Венера Такаева, по республике уже почти полторы тысячи. Электронные заявления подают на сайт Института развития образования, в основном из крупных городов. Кого-то это спасет от недостатка нагрузки, а кто-то просто решил подстраховаться. Учителей в качестве учеников примут три вуза республики. КФУ, Челнинский педагогический и Институт развития образования. Там почти готовы программы обучения. Оно стартует уже в декабре и в серьезных объемах. К примеру, на русский язык не меньше трехсот часов. От полугода до года на переподготовку и две-три недели на повышение квалификации. Это вариант для учителей, у которых в дипломе и так две специальности. Их набралось около двухсот. В топе запросов русский язык, дошкольное образование, начальные классы, логопедия и психология. Менее популярны история и география. После учителя получат второй диплом о высшем образовании. Человек, который желает получить второй диплом, оплачивает учебу самостоятельно. А ситуация такая, что уменьшилась нагрузка, им надо это пройти обучение. Соответственно, финансирование будет из бюджета республики Татарстан. Учителей, как любых студентов, ждут лекции, самостоятельные работы и сессия. Она и подтвердит, преподаватель готов преподавать. Лена Изнатольевна, Мороза и Долин, ТНВ, Казань. К другим темам. В Тюлячах сегодня большой праздник. Район отмечает 26-летие со дня основания. Поздравить приехали Рустам Мениханов и Михаил Бабич. В подарок новый многофункциональный дворец спорта. Как он решит проблемы размещения сразу нескольких команд, расскажет Альбина Солгораева. На селе и день рождения сельскохозяйственной. Большая ярмарка развернулась в центре города. Торговать приехали из соседних районов. Тонны овощей, свежие рыбы, молочные продукты. Все гораздо дешевле, чем в магазинах. Купить все, что угодно. Если есть мясо, мясо есть, картошки есть. В магазине 7,2 молоко, а здесь по 35 рублей можно взять. Конечно, самым долгожданным подарком ко дню рождения стал новый ледовый дворец Тюличи-Арена. В районе более 20 команд и раньше им приходилось тренироваться на уличных хоккейных коробках. Ездить в Сабы, Пестрицы и Казань. Там холодно, замежают ноги, а здесь очень хорошо, хороший климат. Построили у нас дворец, наконец-то мы давно этого ждали. Теперь будем интенсивно здесь тренироваться, ходить, заниматься. Это не просто крытый каток и хоккейный корт. Здесь будут проводить уроки физкультуры и появится прокат коньков. Также предназначен он для проведения тренировок по шорт-треку и фигурному катанию. Реализуется большая, очень масштабная государственная программа по строительству ледовых дворцов, дворцов спорта, бассейнов, всей спортивной инфраструктуры, необходимой не только для спорта высших достижений, но и для массового спорта. Но это не все. Вот у вас спортивный комплекс, вот у вас хоккейный дворец. В марте мы договорились, бассейн будет, футбольный манеж сейчас строят, конный манеж у вас есть. Но я считаю, что по оснащенности вы являетесь одними из самых лучших в нашей республике. 76 соревнований за год, 86 спортобъектов. О будущем спортивном кластере района гостям рассказали подробнее. После введения всех объектов в эксплуатацию, тюличинцы получат возможность круглогодично заниматься разными видами спорта. Альбина Слагараева, Игорь Романов, ТНВ, Тюличинский район. Сомнительный карьер обнаружили жители Пестричинского района. Как они говорят, оттуда вывозят щебенку и звездковую муку. Все бы ничего, однако работы ведутся на землях сельхозназначения. Сегодня на место выехали специалисты Россельхознадзора, чтобы оценить масштаб ущерба. Вместе с ними на незаконной шахте побывала и Анна Городнова. Там за туманами карьер по добыче ископаемых. Добывают щебень и звездковую муку. Стоило нашей съемочной группе подъехать поближе, техника остановилась. У нас вообще там работает карьер, там находится у нас. А здесь что делают? Не, да, вот здесь что? Здесь, да, вот это наше место. Где земля промышленного значения, а где сельскохозяйственного, по внешнему виду определить сложно. Специальных огораживающих знаков здесь нет. Добыча должна вести строго по кадастровой карте. Здесь вот мы переходим, получается, границу промышленности и сельхозки. Инспектор Россельхознадзора исследует масштабы раскопок. На кадастровой карте четкие границы участков. Где-то компания перешла разумные границы на несколько метров. Ориентировочно где-то метров 5-7. А где-то и все сотни. Где-то 500-километров осуществляется непосредственно добыча. Кроме того, на месте копатели организовали целый склад стройматериалов. На земельных участках сельскохозяйственного значения осуществляется складирование щебня и получается переработки муки, что является порчей земель. Карьер принадлежит казанской фирме «Акрополь». Руководство на месте не оказалось. В телефонном разговоре директор сообщил, на раскопке лицензия на руках. Это подтвердил и инженер. Лицензия все есть, как положено, что с 2012 года. Лицензия может и есть, но участок, возможно, не переведен из категории сельхозназначения в промышленную. Это уже установит проверка. На место выйдут инспекторы и возьмут образцы почвы на анализ. Юрлицу грозит штраф до 700 тысяч рублей. Если подтвердится факт порчи земли, компания должна будет выплатить ущерб. С начала года на таких добытчиков подано 8 исковых заявлений в суд. Анна Городнова, Андерсон Тальцев, ТНВ, Пестричинский район. 8 новых услуг в сфере зодзащиты появилось на портале Госуслуг. Об этом сообщил и министр социальной защиты Эльмир Зарипова. Компенсации за детский сад, пособие на ребенка, субсидии на проезд и лекарства и многое другое. Все на интернет-портале. Авторами многих нововведений стали сами татарстанцы. Министр призвала жителю республики присылать свои предложения по улучшению работы портала и электронный адрес ведомства. Вы смотрите новости Татарстана и вот о чем далее. Дом разрывается по швам. Кусочек сделали по этому акту и все. Как жители Челнов промерзают, а коммунальщики не могут заделать торцевые швы дома. О коммунальной проблеме Альбина Менебаева. Легенда номер 25 снова в строю. Буду стараться привести себя в лучшую форму. Когда болельщики увидят Даниса Зарипова в игре, узнавал Алмаз Гафиатов. При поддержке президента Татарстана более ста некоммерческих организаций республики получат 35 миллионов рублей. Сегодня огласили итоги республиканского конкурса поддержки социально значимых проектов. Победители определили средства распределила экспертная группа при Министерстве экономики. Финансовую подпитку получат инициатива по девяти номинациям. Это и развитие инфраструктуры, популяризация здорового образа жизни, патриотическое воспитание. Так обладателями денежных поощрений стали общество охраны памятников истории и культуры, фонд родники мира, совет детских организаций Татарстана. Дом, от которого бросает в дрожь жители Челнинского 24-го дома по бульвару Галяскара Камала промерзают всесезонно. Три года назад межпанельные швы начали разрушаться. Но коммунальщики не торопятся приводить девятиэтажку в порядок. В коммунальной проблеме разбиралась Альбина Минибаева. Протекло очень сильно и текло прям по обоям, отставали обои. Протекающие и продувающие стены. С этой коммунальной проблемой челнинец Александр Иванов борется не первый год. Сделали ремонт, значит там утеплил я максимально. А когда ремонт не делали, то продувало, даже бумажки на полу шевелились. Влажные стены по всей челнинской девятиэтажке 27-04. Температура во многих квартирах не поднимается выше 18 градусов. Пока коммунальщики не торопятся, жильцы спасаются ремонтом. Все льется, жалеет стены, целясь. В свое время коммунальщики пытались заделать межпанельные швы монтажной пены. Но то ли пены не хватило, то ли денег. Так проблему не решили. Дом начал трещать по швам. Три года назад, 2015-м, попытались заделать торцевые швы. Но вода таки продолжает течь по стенам. Жильцы в ужасе ждут зиму. Снова будет задувать и снова все промерзнет. Пока мы вас в план не включили, нам деньги не выделили, мы ничего вам помочь не сможем. У коммунальщиков стандартный ответ жильцам. Они, в свою очередь, звонят и пишут. Два года назад акт составляли. Заделали швы. В этом году опять акт составили. 48-я квартира обращалась. И 52-я квартира обращалась. Все, с этого дома никто больше обращений не было. Это по версии управляющей компании. Ремонт некоторых участков дома запланирован на 2018-й. Но монтажная пена проникнет не во все щели. А почему мы будем делать весь дом, если они не протекают швы, не протекают, не промерзают? Почему мы должны делать, раскрывать швы? Только после обращения коммунальщики займутся межпанельными швами каждой отдельной квартиры. И ближайшую зиму челнинцам остается тестировать стены на продуваемость. Альбина Минебаева, Амир Залюшев, Ишат Аюпов и Альберт Шафигулин. ТНВ, набережная Челны, Казань. Два миллиона долларов за три года. В столице стартовал четвертый Казан Стартап Уикенд. Это та самая площадка, где одни предлагают прорывные идеи, другие их покупают. Сегодня здесь школьники, бизнесмены, инвесторы. Как стартаперы учатся и учат друг друга, узнал Салават Мухаммадуллин. За две недели мы привлекли полторы тысячи пользователей и заработали несколько десятков тысяч. Интерактив, играфикация и матрешка Маня. Девятиклассник Азат Хасаншин из Альметьевска презентует свой проект онлайн-школы русского языка. У нас есть президентский статус, это дополнительные функции, курс, где за тысячу рублей вы получите. Рядом с Азатом его конкурент, шестиклассница Велина Мазитова. Она предлагает изучать русский с помощью телеграм-бота. Мы сделаем как онлайн-репетиторство. От вопросов школьных к делам взрослым. На Казан Стартап Уикенд рассказывают и слушают уже и действующие бизнесмены. Ильнас Гайдершинов в свои 19 помог упростить судебный процесс. Допустим, девушке нужно оформить алименты. Она может через нас заполнить одну заявку, прислать нам фотографию двух документов и через 17 дней забрать готовый судебный приказ. В IT-парке IT-развлечения. Во время Казан Стартап Уикенд школьники, эксперты и вот даже журналисты могут отдохнуть от потока информации, самое главное, не отключая виртуальное мышление. Но Уикенд здесь не значит выходной, а время личностного роста, продвижения идей и, конечно, поиска инвесторов. Общий объем сделок, которые были реализованы и совершены в течение трех лет предыдущих проведения Казан Стартап Уикенда, это около двух миллионов долларов. Без сделок не обойдется и в этот раз, уверены, как бизнесмены, так и инвесторы. Презентация 20 лучших стартапов пройдет в это воскресенье. Слово Пухмадулина, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань. Подпишись на издание, сделай доброе дело. Сегодня в республике стартовала благотворительная акция «Подари подписку». До Нового года все желающие могут оформить подписку на любые республиканские издания. Для себя, родных или в благотворительных целях, например, пенсионеру или нуждающейся семье. Многие из пожилого поколения, из людей, малоимущих, не имеют возможности подписаться на наши издания. И такая благотворительная подписка может быть огромной помощью для них. И в течение ближайшего полугода они будут получать наши газеты, журналы. И будут радоваться жизни, будут в курсе событий. Теперь он официально вернулся в Казань. Пятничное утро для команды «Акбарс» и для всех любителей хоккей. Началось с приятной новости. Денис Зарипов подписал контракт с казанским клубом на полтора года. Как встретили татарина на его хоккейной родине, расскажет Алмаз Гафиятов. Для татарстанского хоккея Зарипов фигура знаковая. Только он может собрать тысячи болельщиков на автограф-сессию. И только его возвращение ждут с нетерпением. Несмотря на все события, которые происходили вокруг нападающего в последние месяцы. Получилось доказать, что справедливость на нашей стороне. И все эти решения международного комитета были ошибочны. Раздевалка для него также родная. Именно сюда Денис дважды входил с Кубком Гагарина. Дальше были два трофея в Магнитогорске. До завершения карьеры он не прочь повторить этот успех. Будем стараться. Пока не могу оценивать свои силы, свои возможности на сегодняшний день. Но буду стараться привести себя в лучшую форму, как можно быстрее. Болельщики, которые ждали этот момент. Теперь только одно остается. Парень нам приносил радость, удовольствие, своими голами. Получшие ждут его. Надеюсь, будет все хорошо. Полноценных тренировкам нападающие по 25 номерам приступят после медосмотра. Нет сомнений, что болельщиков на матчах Акбарса теперь будет больше. Личных фанатов Зарипова немало во всех регионах страны. В деле Дениса Зарипова казанские болельщики смогут увидеть уже завтра. Именно здесь, на ледовом дворце Татнефть-арена, состоится игра между казанским Акбарсом и астанинским Борысом. Остается актуальным только один вопрос. С кем именно 25 номера поставят в одно звено Зинутула Белелединов. Алмаз Гафиат Фамир Залюшев, ТНВ, Казань. Внимание, лоси на дороге. Близ села Кулмакса Нижнекамского района животные не боятся автомобиля. Они перебегают дорогу прямо перед проезжающей машиной. К счастью, на этот раз встреча водителей и парнокопытных закончилась благополучно. Шуилар! Вечерний эфир продолжит программа «Вызов 112». Зарубил собственного отца, сжег и закопал. Сегодня Верховный суд Татарстана вынес приговор несовершеннолетнему подростку за жестокое убийство из-за земельного участка. Все подробности разборки на одном из рынков Казани через несколько минут. Сейчас прогноз погоды. До встречи в 21.30. В поисках выгодного предложения ипотеки вы обходите много адресов. Заоблачное, высокое, среднее, рыночное. Но если вы ищете низкую ставку, запишите. Выгодная. Банкаверс. Доступная ипотека здесь. В мебельграде большая распродажа. Скидки на 100% мебели. На старт, внимание, надо брать! Пятерочки. Уникальная акция «Надо брать». Корм для кошек «Пури на ван». В ассортименте 750 граммов по 199 рублей. Пятерочка. Надо брать. В магазинах «Идеал» новая коллекция обуви с натуральной кожей от европейских производителей. Идеальное предложение для тех, кто ценит качество и комфорт. Полезное производство с заботой об окружающей среде. Казань «Оргсинтез». В гармонии с природой. В магазинах низких цен «Победа» Республики Татарстан. Зелёный горошек «Кукуруза» 29,90 за банку. Икра красная лососёвая 219 рублей за банку. С 23 по 29 ноября в магазинах низких цен «Победа». Правильное межевание. Проведение кадастровых работ. Межевание. Решение земельных споров. 2, 2, 6, 10, 90. Деревенское мясо птицы и субпродукты «Восиного Казань». Деревенский бройлер 140 рублей килограмм. Деревенский гусь 250, деревенская индейка 220, деревенская утка 180 рублей за килограмм. На Казанской ярмарке с 30 ноября по 1 декабря выставка и конгресс «Чистая вода». Перспективные технологии производства воды, очистки стоков, экологическая безопасность, охрана водных ресурсов. Приглашаем на детские новогодние ёлки в Корстон. Подробности 279-32-22-0+. Квартиры в Нижнекамске. Молодым семьям господдержка. Рассрочка с проживанием. С 1 по 3 декабря. Спортивный комплекс «Маяк». Сборная России по тяжелой атлетике. И зарубежные спортсмены встретятся на всероссийском турнире памяти Александра Курынова. Приходи поддержать наших спортсменов. С 1 по 3 декабря. Здравствуйте. В эфире прогноз погоды. И в начале выпуска интересная информация. Шкаф-купе по вашим размерам. Быстро и качественно. 3D-проект шкафа. Доставка и установка бесплатно. Только в ноябре назовите пароль «ДМ-мебель» и получите 25% дополнительной скидки на ваш шкаф-купе. Данил Мастер. Настало время низких цен. Город Казань. Улица Восстания 23. Телефон 2. 167-166. По данным сервиса «Яндекс.Погода» завтра на юго-востоке в Бугульме Бавлы-Ознакаево будет облачно. Пройдет снег в ночные часы и днем. Температура воздуха около нуля. На северо-востоке в Нижнекамске, набережных Челнах, Елабуге ночью без осадков, а днем пройдет снег. И также 0 градусов. На севере Татарстана, Менделинске, Агрызи, Менделеевске облачно местами со снегом. Ночные температуры минус 2, днем 0 градусов. На северо-западе Варске, Кукмаре, Балтасе также без снега не обойдется. Ночью минус 3, днем воздух прогреется до 3 градусов выше нуля. На юго-западе в Болгарии, Буинске и Држаном будет пасмурно и снежно. Ночью минус 3, днем около нуля. В центральных районах республики, в Чистополе, Альметьевске, Мамадыше, также пройдет снег, будет облачно. Столбики термометров покажут 0. На дорогах гололедятся, будьте предельно внимательны. И еще одна полезная информация. Спонсор показа ОАО Марбиофарм. Гриппофлю. Не дайте гриппу и простуде испортить вам жизнь. Гриппофлю. При насморке, лихорадке, ознобе. Гриппофлю. Скорая помощь от простуды и гриппа. Гриппофлю. Умеренная цена. Пишите. Уникальное предложение от санатория «Шифалы Су» и «Жминводы». Для членов профсоюза и их семей путевка санаторная от 1 990 рублей. Санатория «Жминводы» осуществляет деятельность по направлениям. Желудочно-кишечный тракт, опорно-двигательный аппарат, укрепление нервной системы и нарушение обмена веществ. Преимущества санатория. Питьевая и минеральная вода «Шифалы Су», йодобромные ванны, табарлинские лечебные торфяные грязи. Современная лечебная база. Завтра в Казани будет облачно, днем пройдет снег. Температура воздуха в ночное время 0,2, днем около 2 градусов выше нуля. Ветер южный, слабый, до 2 метров в секунду. Атмосферное давление в норме и завтра составит 761 миллиметр ртудного столба. Влажность воздуха 92%. Это вся информация о погоде. В студии была Лила Латыбоа. Всего доброго и до свидания.